Недовольства спортсмены не скрывают. Говорят прямо, хотелось большего. В своих силах лыжники уверены, но вот в спорте без случайностей не обходится. Где-то решающую роль играет качество трассы, отмечают чемпионы, а где-то результат зависит от мнения судьи. Когда я занял второе место, ну не я, а моя команда, конечно, мы были расстроены, я в том числе. Но и стоя на второй ступеньке пьедестала почёта, на цветочной церемонии, я понимал, не было какой-то радости, и я понимал, что это шаг назад, потому что до этого было золото, а сейчас это шаг назад, и поэтому такая какая-то грусть была. Но, возможно, это шаг в будущее, чтобы прогрессировать, потому что, чтобы идти вперёд, иногда нужно упасть. Не хотелось это сделать на домашних играх, но прикладывал все силы, которые мог. Конечно же, дело не только в коварных спусках и волнении. Спортсмены не скрывают и сильные стороны соперников. По шведской команде видно, что они подошли к этим соревнованиям в очень хорошей форме, потому что, как ни гонка, это подиум, а порой и две медали они забирают с гонки. Сказать, что всё дело в лыжах, так нельзя сказать, потому что... Ну, я бежал две гонки, я не скажу, что у меня лыжи не ехали. Они ехали хорошо, работали отлично, но результат есть результат. С серебряного призёра в мужском спринте Никиту Крюкова журналисты спросили и о той самой спорной гонке, где золото досталось Финляндии, результаты которой, как известно, опротестовала Германия. Финиш по-настоящему оказался драматичным. Три спортсмена – финн, немец и Никита Крюков вместе устремились к финишу. Немецкий лыжник с помощью финского атлета упал на спуски и задел Крюкова. Драгоценные секунды были потеряны, и в итоге Никита пришёл к финишу вторым. Судьи, конечно, поступают по-странному. Они, например, лично я не согласен с мнением судей, что не дисквалифицировали Максима Сенбе. Я считаю, это самое грозное нарушение, которое допускается в финишном створе. И что бы там он ни говорил, он всё равно пересёк лыжню, помешал. Впереди у команды ещё одна гонка. Лыжники настроены реабилитироваться и не упустить свой шанс. Инга Габейша, Демидь Даниловский, телекомпания ФКТ.